К весенним паводкам, впрочем, готовятся по всему Казахстану. Службы ЧАЭС вывозят снег из населенных пунктов. О том, насколько страна готова к весеннему половодию, готов рассказать наш коллега Тимур Казагулов. Тимур, тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Весенний паводок уже у порога. Водохранилища и плотины Казахстана не все, к сожалению, смогут противостоять и сдержать большую воду. А все дело в том, что весомая часть этих самых водохранилищ и плотин остается бесхозной, несмотря на имеющиеся поручения правительства и Совета безопасности. На протяжении пяти лет работа по переводу их в государственную собственность, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии, акиматами не завершена. В Акмолинской и Карагандинской областях таких объектов по четыре, в Павлодарской и Североказахстанской областях по одному. Так, на вопрос журналистов, готова ли страна к паводку, ответил министр внутренних дел Ирлан Тургумбаев. В зону риска подтопления попадают семь регионов. Это 609 населенных пунктов, 675 участков автомобильных и 259 железных дорог в восточной и североказахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Кустанайской областях и городе Нур-Султан, где снега выпало в четыре раза больше нормы. А вот в Алматы, в отличие от Нур-Султана, снега выпало почти в три раза меньше. Менее всего опасений вызывает Туркистанская область. Шардаринское водохранилище наполнилось даже меньше, чем в прошлом году. Учитывая все это, тут и экспертам не нужно быть, чтобы понять, в случае резкого таяния снега и интенсивного притока воды без аварийного сброса не обойтись. А это уже чревато угрозой затопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению. Именно поэтому все службы ЧАЭС полностью мобилизованы. Вот такие Гульнара, Алибек, у меня. И не радостные и не грустные новости. Вам слово. Спасибо, Тимур. Это итоги дня и мы продолжаем.